Столичная мэрия поддерживает любителей животных, которые защищают братьев наших меньших. Главное условие – активисты должны действовать в рамках закона и не доставлять беспокойства жителям города. Сегодня властям пришлось эвакуировать собачий приют, созданный неправительственной организацией недалеко от парка Аграрного университета. Несколько лет назад этому приюту был выделен участок муниципальной земли, однако со своей задачей защитники животных не справились. Захватили больше территории, чем положено, понастроили вокруг киосков, развели грязь, в которой и содержали около 500 животных. Местные жители забросали чиновников жалобами. Пришлось действовать радикально. По словам жителей окрестных домов, вокруг приюта постоянно собираются стаи агрессивных собак, которых даже взрослые боятся. Да и грязь, и запах симпатии к питомнику не прибавляют. Власти говорят, что ищут гуманное решение проблемы. Но до тех пор, пока собаки угрожают людям, существование приюта будет под большим вопросом. Животных, скорее всего, определят в столичный некрополь, где строятся новые вольеры. Эти вольеры и грязи уже не удовлетворены, даже после гады этого азиля. Люди, которые ведут, были приведены, что в результате, что в целом, в расстоянии, они должны быть эвакуацией. Иван Чабан говорит, что необходимо срочное решение проблемы бездомных животных. Но признает, что процесс стерилизации стоит на месте. В прошлом году 2500 собак были простерилизованы. Но сегодня проблема, потому что в 2021 году мы не можем нанять ветеринаров на данную службу. Почему? Потому что никто не идет. Мэр также добавил, что стерилизация одной собаки обходится в тысячу леев. Но их содержание влетает в копеечку. Знаете, сколько нам стоит сегодня собака? Одна собака? Год? В центре. Сколько? Чтобы споймать от 500 до 900 леев. Есть соответствующий расчет. Значит, минимум 20-25 леев в день кормить. Даже если они стерилизованы, ведут себя адекватно. В начале недели Иван Чабан потребовал от ответственных лиц представить конкретный план борьбы с бродячими собаками до среды.